всем доброе утро у нас сегодня последний день отдыха мы пришли в столовой по завтраку сейчас я вам покажу что взяли макс с папой взяли омлет пополам такой завернутый с ветчиной сыра киевская это по киевски точнее два чая фруктовых а сырники максим себе блинчики со сгущенкой у меня блинчики со сметаной но я сметаны с андреем поделюсь и у меня голубцы и брокколи вот такая вот куча и лавашек но вот приятного аппетита как-то так да это котлетка по киевски кушать наверно очень хорошая столовая народу очень много мы поселяемся нам до 12 нужно выселиться 12 дети доедают сардельку с макаронами пьют гранатовый сок кто-то водичку наши вещи собраны там тоже найдем и пойдем мы на пляж потому что вещи на пляж приготовили потом переоденемся ну в принципе где-нибудь оставим вещи сейчас под навесом нет я взяла с собой на пляж я взяла да да конечно вот пойдем немножечко покупаемся потому что поезд у нас только в 20 в общем пол девятого вечера и 6 вечера мы приезжаем следующего дня в росташ и трасса еще ехать так что целый день нам скитаться по пляжу ну где-то может быть еще 20 39 там все пойдем попрощаемся с морем искупаемся пошли на море а вот стоит сняли шезлонг под чуть-чуть очень мы взяли под навесом потому что нам тусоваться здесь целый день до вечера вот и и чтобы не обгореть взяли шезлонги в парке давай закапывается в песок такое сегодня море палящее солнце моя нога там у меня сохнет полотенце кстати вот эти качели на целый день стоит 2 500 шезлонг здесь стоит 400 до 400 рублей а вот все вот как бунгало такие с лежаками 4000 на целый день вот такие цены ребята рассчитывайте сами а еще раз ой пальмы солнце песок макс только уйди с этого чуть-чуть да вот сюда ближе сядь ага время уже вечером и все на море а давай вам танцуете с максом наклик останцуйте с максом драк только без очков а ты у ты Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Настя, поймай медузу, чтобы Максим ищет мучиться. А, все, поймал. Большую не, большую не хочу. Чего ты им так быстро выказал? Да хватит, ладно, все, он уже славит. Все, пойдем греться. Все, уже собираемся выезжать. Пока море, спасибо за теплый прием. Книжка облака. Гора высоко-высоко. В общем, идем уже в сторону наших вещей. И сейчас зайдем, перекусим. Я, наверное, не буду кушать. В столовую поужинаем, потому что потом сразу в поезд поедем. Купим еще продуктов, там зайдем в пятерочку. Потому что нам завтра ехать целый день. До шести часов поезда трястись. Так что пока Сочи. Макс, не торопись. Пасы, постой, здесь везде живут. а ты хочешь кушать уважаемые гости культур и путешествия за вас только в Сабхазии и лучшая барабуля я вообще не хочу и не буду наверное тихо не разъедутся миллиметраж пойдем как всегда всякие ряды с вещами хорошо мы здесь в тенечек сейчас давай здесь тенечки пошли на ужин Максу взяли борщ Андрей взял ливушек салатик капустный картошечка и люляшка с соусом а я взяла себе вот такой вот компотик и вот такой вот типа чизкейта но что-то просто захотелось знаю не могу сказать по вкусу мама и вышла у нас на 300 чем-то рублей до 300 рублей приятного аппетита кто нас смотрит все мы на вокзале заходится в наш отпуск он накупались сегодня загорались еще а и уезжаю да я прям так смотрите курорт эссо а а и по билетам сейчас зайти в поезд и спать поезде да уже мы пойдем с путем время только пойдем включаюсь уже следующий день мы приехали уже до рассуши время уже 7 вечера мы сейчас едем по нашей трассе до дома до белгорода я что забыла вам сказать ребята по ценам значит по ценам ну так примерно я вам показывала да то что творится на экскурсиях там конечно бешен и задирают той же самой абхазии так в принципе в принципе на любой кошелек есть столовая которая можно зайти покушать пообедать не так дорого я кстати называла цены да вот сколько мы платили до затеянные блюда а есть столовые конечно там космические цены в естественно такие не ходили вот готовить мы один раз только приготовили вечером спагетти и сардельки это же да потому что мы приехали поздно это как раз мы вернулись с абхазия в этот же день мы кушали да и уже некуда было идти как бы да и мы очень устали да не охота ноги вообще уже не ходили поэтому мы купили спагетти зашли пятерочки и отварили масло ну в общем такой и дети были довольны и мы принципы цветы все а так мы питались в кафе либо чаще всего это столовая вот значит по ценам по жилью это жилье нам стоило 15 тысяч я не помню называла или нет за шесть ночей вот бронировали мы через букинг заранее вот дальше что еще хотела сказать по-моему даже за полтора месяца если не за два мы бронировали до 15 тысяч за шесть ночей строить строить да да ну естественно как бы номера да с удобствами вы видели я все показывала горячая вода кондиционер телевизор маленький этот холодильник интернет потом в номер в этом санузле там значит был фен ну как бы все нормально все чистенько очень потому что я перед отъездом собирала вещи вот это перед выходом и естественно я стала на коленке заглянула под кровать чтобы посмотреть мало ли что-то максим уронил еще что-то чтобы не забыть и было идеально чисто идеально это при этом нам не заходили не убирались за шесть дней не пылинки вот честно вам скажу белье чистое не воняет но окна не открывали но все равно мы же там вещи одевались переодевались трясли ими там ничего все чистенько в этом плане кухонка вот это вот на территории все чистенько приборы все есть кастрюльки сковородочка все что нужно все есть вот хозяева отличные кстати меня писали там напишите адрес я там написала в комментариях под этим комментариям где мы сняли адлер луговая 24 хозяйку зовут ольга вот очень приятные люди кстати у них можно и чачу купить и всего там сам ее муж он производит сам все делает и вину и чачу вот бочки у него свой сайт тоже канал точнее ведет свой на ютубе в общем ребята хозяева отличные доброжелательные на следующий год мы туда едем опять на турнир и будем уже останавливаться скорее всего там же потому что нам подошло расположение мы искали чтобы добираться до олимпийского парка было рядом не так далеко на такси до с утра чтоб без пробок и рядом пляж то есть идеальное место туда-сюда нам было просто замечательно очень удобно вот где если вы смотрите жилье со стороны олимпийского парка через мост да вот этот вот ну кто смотрит на бронирует карту видят то имейте ввиду там только кафешки рестораны и кафе вот так вот чтобы пойти там тот же макдональдские все какие-то там хинкальные там такого нет магазины там такого нет там чисто вот прям вот с большим большим кошельком рассчитаны люди которые приезжают обранировать с той стороны и неудобно неудобно куда-то сюда вот ехать ну а у нас было все идеально просто и хотел хочешь сюда хочешь сюда пожалуйста 10 минут не спеша взял разливного пивка и идешь на пляж 10 минут пешим шагом еле-еле развалочки вот народу я вам показывала сколько там хотела сказать про экскурсии смотрите вот эти вот ларечки таких где покупаешь себе бронируешь экскурсию везде цены разные к нам подошла девушка мы сначала смотрели вот в этом ларечке возле нашего дома буквально значит в абхазию с человека полторы тысячи нам предлагали мы взяли буклетики все называется эта экскурсия золотое кольцо абхазии вот если кто захочет не пожалеете вот я вам уверяю вот я первый раз была в абхазии мы взяли такую полноценную экскурсию где мы побывали по всех практически местах может быть забегами может быть где-то не забегами для кого-то нужно походить подольше где-то там да но я считаю мы посетили практически все места такие вот знаменитые да но это целый день до с маленькими детьми тяжело конечно но я нисколечки не прям и вот наша компания вот кто и был с нами да все мы наши пары мы нисколько не пожалели по поводу этих экскурсий и далее вам скажу что на пляже к нам подошла девушка которая тоже формирует эти экскурсии у нее у нее мы эту экскурсию взяли за 1200 рублей с человека и еще договорились что дети наши на одном месте то есть по 600 рублей а когда мы уже сели в микроавтобус кстати еще мой вам совет если соберетесь не берите большой автобус когда вот этот вот как они называются эти автобусы большие которые большие по 50 человек которые по 50 да не берите долго потому что вы каждую группу границу долго будете проходить мы границу прошли буквально на полчаса до микроавтобусе mercedes там тоже кондиционер все удобства водитель был хороший нам попался просто замечательно в общем мы взяли вот этот микроавтобус и маленькой кучкой быстрее во-первых проходишь таможню а во-вторых когда гуляют все мало ждешь человек что все сели обратно в этот автобус да вот очень все прекрасно получилось вообще шикарно вообще все замечательно значит по этим билетам в пещеру это с каждого это не щит не входит не входило в стоимость экскурсия это отдельно в пещеры 500 рублей человека дети до восьми лет бесплатно а вот макс будешь и сделала пожалуйста так с восьми лет уже 500 рублей получается пещеры тоже не пожалеете вообще классно под впечатлением большим я уже была в пещерах данные в этих но все равно мне было тоже где-то и страшно где-то интересно где-то полтора часа идет эта экскурсия пещера монастырь обязательно но это и называется тур золотое кольцо абхазии таможню и туда обратно мы вообще очень быстро проскочили очень быстро туда где-то максимум там максимум где-то полчаса заняла таможню и вот подытожим так сказать хотела поблагодарить всех тех кто пришел на мой канал кто подписался кому я была интересна те кто меня смотрел ставил пальчики вверх всем всем огромное спасибо вы меня вдохновляете на такие видео дальше больше приеду воду сегодня конечно уже никакая мы вернемся уже поздно я там целый чемодан вещей еще вчера вечером и были на море естественно до плавки все старые купальники сырые буду разбирать а я завтрашнего дня уже прям работаю работаю вплотную у меня 5 выходных у меня очень много записи чему я безумно рада потому что потратили бы сегодня посчитали что-то как-то зашкалило у нас немножечко бюджет наш потому что сумму которую мы рассчитывали мы можно сказать еще плюс четверть этой суммы даже больше сверху еще мы потратили вот так что но ничего на следующий год мы тоже обязательно едем в сочи примерно в это же время потому что будут проходить турнир будет проходить турнир сочи опан он ежегодно проводятся если с пандемией ничего не отменят то в принципе все останется как прежний да вот спасибо ребята всем за просмотр я вас очень всех люблю всех ценю напишите комментарии не знаю было ли вам интересно по ценам что-то так если что-то еще интересует обязательно пишите потому что возможно я что-то и не учла что-то не сказала такое тоже может быть скорее всего все вопросы задавайте не стесняйтесь кто может быть только планирует в отпуске ехать до сочи но я так скажу по сравнению с крымом по ценам то адлер мне показался все таки дешевле бюджетнее хотя я раньше говорила что я очень боюсь ехать сочи потому что смотришь смотришь мне некоторых блогеров да что там пугают просто ценами космическими ну я бы так не сказала дешевле да вот мы прям сразу поняли мы приехали поняли так оп 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 обозначили себе то что нам нужно намного может быть сейчас знаете но не то что может быть а скорее всего в июле в августе цены естественно на жилье поднимут от отдыхающих станет в два раза больше но мы просто так удачно у нас в этот период времени проходил турнир следующий турнир у нас будет в сентябре завершили так сказать сезон вот этой турнирный теперь уже с сентября будут турниры и в октябре у нас третий этап россия это рок наш инопарда чемпион так что все оставайтесь со мной все ребятки всем пока пока ставьте лайки и пишите комментарии